Довгоочеканный концерт легендарного рок-гурта ДДТ пройшел в Бресте. Каким он был, как принимала публика новая песня Юрия Шовчука, доведемся сейчас. В Брестском лядовом палаце аншлаг гурт ДДТ приезжает в Брест не в первую очередь. И для ее лидера Юрия Шовчука это самый любимый белорусский город. Артист памятная, как его сочетала публика еще в 2001 году. Все это выступление началось с маловядомых песен запущенного альбома под названием «Прозрысти». Прогучали и долгочаканные хиты. «У опошню в осень», «Не страляй», «Радзима». А напраконце четыре песни напис. Группа выступала больше за две годины. Мы старались. Потому что Брест это отдельный город. И для нас это, конечно, и народу было много, и замечательно. Я думаю, что люди не расстроились. После выступления Юрий Шовчук отзначил, что это был один из его самых тяжких концертов. Поясновали некоторые проблемы с звуком. И артисты пели на вобмадзак. Али отрымалось, как и зауседой, неполторно и профессионально. Ну, живой звук, живая музыка, что же, да. Наша любовь несовершенная, я сегодня говорил. Она сырая. Она иногда не в тональности, но в этом кайф. В этом есть регион. Ну, драйв сегодня был. Не забылся артисты про молодежный акты у Бреста. Лидер рок-гурту разом с музыкантами вышел до членов громадского объединения БРСМ и молодежного отрада Аховы правопарадку, которые активно удельничали у подрыхтовцы концерта. Юрий Шовчук выказал свое меркование на контнеобходности такой допомоги. Это был девятый концерт с великого европейского тура-гурту. Наступное выступление ДДТ пройдет в Минску. Юрий Шовчук отзначил, что обовязково вернется в любимый белорусский город, али уже с новыми песнями. От Питера огромные. Три-четыре ура. Ура! 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 Город-герой Брест. Мирослава Маньковская, Николай Ковалев, областные новины Брест.